Всем привет! С вами канал Armormaster. Сегодня у нас обзор и рассматривать мы будем модель французской самоходной артиллерийской установки AUF-1TA от MENG. Немного об истории данной машины. В 60-х годах 20-го века основной САУ Франции была 155-мм Mark F3, созданная на базе легкого танка AMX-13. С инженерной точки зрения интереснейшая машина, орудие такого калибра, до этого никогда не ставилось на такие легкие шасси, но появилась она не от хорошей жизни. Дело в том, что у Франции, заигравшейся с революционными танками с качающимися башнями, просто не оказалось серийного, среднего или основного боевого танка. Естественно, такая РЗАЦ-самоходка проигрывала современным ей М109 и Гвоздики. Тем более, открытая САУ была совершенно беззащитна от действия оружия массового поражения, а тогда эта проблема была весьма актуальной. В начале 70-х годов стало понятно, что нужна новая самоходная установка, тем более, что во второй половине 60-х в строй наконец-то вступил полноценный французский основной боевой танк AMX-30. Упрощение обслуживания и сопоставимая с танком подвижность привлекали французов, и именно AMX-30 стал основой для будущей САУ. В 1972 году построили опытный образец, а в 1977 году машина пошла в серию под названием АУФ-1. Идеологически она оказалась, на мой взгляд, близкой и к мсте. У нее была башня кругового вращения на шасси основного боевого танка. Среди прочего, на ней присутствовал автомат заряжания и защита от оружия массового поражения. Скорострельность достигала 8 выстрелов в минуту, дальнобойность до 30 километров, и надо сказать, что для 70-х годов это очень неплохие характеристики. Правда, конечно, уже к 90-м годам она выглядела довольно устаревшей. Поэтому в 1999 году была создана модификация АУФ-1ТА с новой системой управления огнем АТЛАС. Кроме самой системы управления огнем, был модифицированный корпус до модификации AMX-30Б2, был заменен двигатель и поставлены новые гусеницы. Кроме того, в конце 90-х был разработан проект модификации АУФ-2 со стволом длиной в 52 калибра, но от нее отказались в пользу колесный САУС-Сазар. Всего с 1977 по 1993 год было выпущено более 400 штук АУФ-1. Кроме Франции их эксплуатировали Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт. Тем не менее, в боевых действиях, кроме миротворческой миссии в Ливане в 2006 году, данные машины нигде не участвовали. Инструкция. Инструкция, в общем-то, стандартная для Менга. Снаружи у нас цветная картинка, а далее идет историческая справка. Историческая справка на четырех языках. Как всегда, присутствует русский. На мой взгляд, более чем исчерпывающая. Во всяком случае, более подробную информацию, наверное, можно найти будет только в специализированной литературе. Поэтому здесь, как обычно, у Менга просто все прекрасно. Далее, комментарии по сборке. Два варианта окраски у нас будет предложено. И начинается сама сборка. Ну, тут все достаточно типично. Катки, ведущие звездочки, элементы ходовой части. Сразу видно, что нижняя часть корпуса отлита в одну деталь. Ну, я так понимаю, она у нас полностью перекочевала от базового АМХ-30. Предлагается просверлить несколько отверстий, я так понимаю, в рамках унификации. Ну, я думаю, что в этом никакой проблемы нет. Также штоки амортизаторов мы не приклеиваем для того, чтобы у нас подвеска оставалась подвижной. Здесь мы устанавливаем различные мелкие детали. И вот как раз переходим к торсионам. Видно, что торсионы вклеиваются только вот в этой части. Здесь, соответственно, они не приклеиваются. Подвеска танка остается подвижной. Ну, весьма неплохое, в общем-то, решение. Те, кому это не нужно, в конце концов, могут приклеить ее элементы намертво. Далее мы ставим катки, поддерживающие катки звездочку. Я думаю, тут все совершенно очевидно. Тоже эти элементы не приклеиваются для того, чтобы иметь возможность вращаться. Далее мы переходим к корпусу. Я так понимаю, все перископы даны прозрачными деталями. Различная мелочевка. Подробно показано, где что ставить, где что подсверливать. То есть, ну, опять же, типично для Менга инструкция. Очень подробная и хорошая. Также здесь мы видим, показано, как красить различные элементы шансового инструмента. Ну, и, в принципе, с подписями, какая деталь, что из себя представляет, тоже, на мой взгляд, работать очень удобно. Далее мы ставим верхнюю часть корпуса на нижнюю. Видно, что здесь увеличена высота крыши МТО. То есть, по всей видимости, это действительно МХ-30Б2. То есть, здесь все, в общем-то, правильно. Деталировка МТО. Я так понимаю, тут, наверное, будут какие-то травленные детали. Ну, опять же, посмотрим при сборке. Далее у нас идут глушители. Глушители из двух половин. Надо будет аккуратненько подшепоклевать шовчик между ними. Ну, и также на канистрах тоже самое. Тоже вот мне нравится то, что именно подписано, какая деталь, чем является. Что, например, вот это, вот это внешний телефон. Ну, достаточно удобно и помогает лучше разобраться, что в прототипе, что из себя представляет. Далее мы собираем кормовую часть, глушители, буксирные крюки, устройство для буксировки и так далее. Продолжение деталировки. У нас на выбор даются два варианта кормовых фонарей. Тут уже надо смотреть на фотографии конкретно вашего прототипа. Ну, на самом деле было бы неплохо, если бы было явно указано, на какой вариант окраски, какой фонарь брать. Но, к сожалению, этого здесь у нас нет. Продолжение деталировки кормы. Да, как раз-таки вот у нас начинаются травленные детали. Достаточно подробно показано, как их гнуть. Я думаю, что проблем быть не должно. Хотя, конечно, в идеале бы дали какой-нибудь шаблончик. Но, с другой стороны, в виде шаблона можно использовать вот эту вот пластиковую деталь. Поэтому тоже переживаемо. Далее у нас идут два варианта фар. Тоже надо смотреть на конкретный прототип, какая вам больше подходит. Потому что менг явно не указал, какая куда нужна. Мы переходим к носовой части. Ну, тут тоже все достаточно просто. На мой взгляд, фары, брызговики, различная мелочевка, ящик, зип. Далее у нас идут тросы, установка ящика, зип и зеркала. Зеркала, как опцию, можно поставить либо в поднятом виде, либо тут явно указано, каким образом ставить зеркало в опущенном виде. Также здесь у нас есть размерная линейка для того, чтобы точно подрезать трос. Ну, опять же, я считаю, это все просто образцовые варианты инструкции. Трос, передние буксирные крюки, ящик, зип, различная мелочевка, я так понимаю, подножка. Подробно показано, как что ставить, чтобы мы не запутались. То есть, опять же, повторюсь, мне кажется, в плане инструкции здесь все очень здорово. А, ну и вот здесь явно показано, как ставить зеркало в закрытом виде. Далее идут траки. Траки у нас на полупальцах. Тут тоже, мне кажется, придраться не к чему. То есть, гусеница у нас останется рабочей. И явно показано, какая сторона внешняя, какая внутренняя, чтобы мы не запутались. То есть, ну, все просто, мне кажется, прекрасно. Далее мы ставим гусеницу на место и переходим уже к башне. Значит, начинается все с бронемаски. Эти все круглые детали, в основном, отлиты в один элемент. Соответственно, шлифовать нам ничего будет не нужно. Далее у нас собирается сама башня. Собирается она из нескольких деталей. И причем, я так понимаю, в этом наборе у нас, в отличие от более раннего набора Менга, никакого интерьера нет. То есть, внутренний рельеф показан, а деталировки, боеукладок и прочего у нас, к сожалению, нет. Ну, возможно, это экономия. Может быть, это не всем нужно. Но, мне кажется, пару рамочек с интерьером можно было в этот набор тоже положить. Так, далее у нас продолжение сборки башни, командирские башенки, двери. Двери, опять же, сделаны с возможностью открыть, но, к сожалению, в башне у нас абсолютно пусто. Различная дальше внешняя деталировка башни. Ну, я думаю, тут тоже все достаточно очевидно. Антенны, детали шомпола, детали люков. Люки тоже, естественно, можно открыть. Но, в принципе, если посадить туда танкиста, может быть, будет и не видно, что башня абсолютно пустая. Далее у нас пулемет. Единственное, что после того, как мы приклеим пулемет, мы не сможем открыть или закрыть люк. Соответственно, это решение нужно принять заранее. Ну, опять же, повторюсь, с учетом пустоты в башне, наверное, люки лучше будет все оставить закрытыми. Далее мы устанавливаем кормовые люки и переходим к стволу. Вот ствол, к сожалению, у нас выполнен из двух деталей. И, наверное, это вот одна из тех немногих деталей, которые я в данном наборе дополнил бы автомаркетом. Поскольку шлифовать такой длинный ствол, выводить его в идеально круглую форму, да еще и со сложным рельефом на дульном тормозе, не очень удобно. Хотя бы можно было бы дульный тормоз отлить в одну деталь и вот этот блок сделать в две детали. Или сделать одним бревном ствол и одним элементом дульный тормоз. Ну, вот, к сожалению, здесь две детали с продольным членением, что, конечно, не очень удобно. Ну и, собственно, к 32 пункту у нас башня ставится на корпус и на этом сборка окончена. Далее раскладка деталей по рамкам. Ну, рамки мы отдельно еще раз смотрим. И варианты окраски. Ну, варианты окраски, в принципе, вполне ожидаемые. Тот самый, единственный, побывавший в боевых действиях, ливанский вариант из состава ООН. Ну, единственное, что он по цвету достаточно скучный, хотя расписать тоже можно довольно интересно. И второй вариант – это французский, камуфлированный в три цвета. На мой взгляд, более интересный. Тут можно будет хорошенько поразличиться и с окраской, и с тонировкой. И, кроме того, для нашего удобства машина, в общем-то, показана со всех сторон. То есть, ну, только вида снизу нет, но нам и не нужен. Поэтому, соответственно, вопросов по расположению камуфляжных пятен никаких не будет. То есть, схема окраски, мне кажется, тоже, в общем-то, прекрасная. Ну, и на последнем развороте, как обычно у раннего Менга, цвета в палитре Валеха. Пластик. Пластик в этом наборе, ожидаемо, скомпилирован из нескольких более ранних наборов. Здесь, на самом деле, присутствует их целых четыре. Это базовый АМХ-30, АМХ-30Б2, АУФ-1 и, собственно, АУФ-1ТА. Рассматривать мы будем их последовательно. И начнем, соответственно, с рамок базового набора АМХ-30Б. Это один из самых старых наборов Менга. Видно, что плата уже не самая свежая. Вдоль некоторых деталей, как вот здесь уже начал вылезать облой. Ну, и в целом, особого восторга, конечно, не вызывает. Потому что есть моменты, которые сейчас уже обойдены. Потому что, например, вот практически на самый край выведен толстенный питатель на катке. Хотя, кстати, надо сказать, что рельеф катка показан просто великолепно. Но вот снимать вот этот вот питатель будет не очень удобно. Также не самый удобный вывод питателей на ведущие звездочки. Кстати, обратите внимание, они здесь присутствуют двух типов. На раннюю и на позднюю гусеницу сразу на одной рамке. Классическая, в общем-то, для Менга история. Это коуши для тросов. Здесь мы видим, что сделано вот такое же отверстие, как в Т-90. То есть, вместо того, чтобы сделать сквозное или оставить деталь сплошной, здесь сделаются вот такие вот загадочные отверстия, которые, соответственно, нам надо будет зашпаклевывать. Хотя, на самом деле, я не уверен, что нам здесь вообще понадобятся эти детали. Поскольку, по-моему, в инструкции тросы были отлиты целиком вместе со своей гибкой частью. В остальном, ну, тут повторюсь, не все детали нам понадобятся. В основном, ходовка, потому что там вот такие траки явно не наша история. Они идут на ранний вариант и так далее. Но, в целом, несмотря на указанные недостатки, все-таки Менг есть Менг. Литье чистое, аккуратное, без каких-то глобальных дефектов, с подробной и достаточно четкой деталировкой. То есть, если бы не легкая усталость формы, было бы все вообще прекрасно. Еще одна рамка от АМХ-30. Она отлита в более светлом пластике. Все остальные рамки у нас такие темные, так же, как на семействе Т-90. Ну, здесь то же самое. В принципе, все достаточно аккуратно. На самом деле, эта рамка выглядит гораздо менее изношенной. Здесь, на мой взгляд, очень неплохо получились канистры. Во всяком случае, внутренние их половины. А хотя и внешние вот тоже весьма изящно. Вместе со всеми ремешками. Шансовый инструмент достаточно четкий. Не такое уж большое смещение половин формы, чтобы о нем серьезно говорить. Тонкие ажурные питатели на вот этой вот мелочевке и так далее. То есть, выглядит все достаточно приятно, несмотря на то, что этой форме уже 7 лет. С внутренней стороны следы оттолкателей нам видны практически нигде не будут. Литье тоже достаточно четкое, достаточно аккуратное, все приемлемо. Еще немного деталей от базового АМХ. Здесь мы видим торсионы, отлитые вместе с балансирами катков. Отлиты, на мой взгляд, достаточно приемлемо. Здесь есть выступ для того, чтобы его зацепить за днище корпуса. Ну и повторюсь, если вам рабочая подвеска не нужна, всегда можно здесь вот подклеиться, и танк будет стоять на любой поверхности ровно. Также мне, конечно, понравился шансовый инструмент. Он тоже очень аккуратно отлит. Единственное, что форма, вернее, не форма, а отливка немножко деформирована, как, кстати, многие отливки в этом наборе. Но, правда, нигде ничего не отломано. То есть, при аккуратном отделении шанец будет выглядеть, на мой взгляд, вполне приемлемо. Весьма ажурными получились решетки. Неплохой трос. В конце концов, его гибкую часть всегда можно заменить на проволоку. Благо, что элементы крепления у нас расположены вот здесь, а не на самом тросе. То есть, всё, в общем-то, весьма и весьма приемлемо, если бы не одно «но», которое меня, скажу честно, очень сильно удивило. Вот эти три детали. Вот эти три детали – это у нас перископы. Перископы именно самого танка. Они отлиты в непрозрачном пластике, при этом присутствует прозрачная рамка, что заставило сделать производителя смотровые приборы мехвода непрозрачными, мне совершенно непонятно. Плюс ещё и в этом приборе небольшая утяженка присутствует. То есть, это такая ложка дёгтя, причём, на мой взгляд, совершенно для производителя невынужденная. Ладно бы не было совсем прозрачных деталей. Это одно, но добавить три крохотные детали в прозрачную рамку, что мешало, мне непонятно. В остальном, в принципе, всё нормально. Если бы не перископы, всё было бы вообще хорошо. Последняя рамка от базового AMX B1. Здесь совсем немного деталей. Верхняя часть корпуса, крыша МТО, которая, кстати, не уверен, что нам понадобится. Нам, скорее всего, понадобится её поздний вариант. Глушители и, я так понимаю, некий шаблон. Причём, вот это шаблон, скорее всего, как раз для фототравления на глушителях. То, о чём я говорил в инструкции. То есть, если это действительно он, ну, очень здорово, работать нам будет просто и приятно. Само по себе отлито всё достаточно чисто, достаточно аккуратно, неплохо показан рельеф. Но вот борта, к сожалению, мы будем подклеивать отдельно. Хотелось бы видеть все эти элементы, отлиты в одну деталь. Но, к сожалению, что есть, то есть. Ну, внутри тут смотреть не на что. Детали все односторонние, интерьера никакого нет. Переходим к деталям от АМХ-30Б2. Значит, ну, здесь у нас борта корпуса, решётки, ещё канистры. И самое, что мне, конечно, понравилось, это отлитые в нагоразъёмную форму уже коуши. Видно, что в них присутствуют отверстия. Здесь выступа, вот характерного для ранних моделей Менго, которые надо шпаклевать, нету. То есть, всё выглядит очень и очень приемлемо. Рамка сама тоже не самая свежая. 5 лет назад разработана форма, но выглядит уже гораздо чище. То есть, например, вот лом, мне кажется, получился практически идеальным. На нём даже шва от разъёма формы я особо не улавливаю. Поэтому, мне кажется, очень хорошо. Ну, и видно, как фирма прогрессировала и прогрессирует. Изнутри следы оттолкателей, но видны они особо не будут. Возможно, да, надо будет подшлифовать вот выступающие части следов оттолкателей, чтобы вот эти вот элементы борта у нас нормально прицепились к корпусу. В остальном, мне кажется, всё очень и очень прилично. Вторая рамка от модернизированного АМХ-30. Здесь у нас брызговики, крыша МТО как раз-таки, пожух вентилятора и различные мелкие детали. Ну, повторюсь, мне кажется, всё очень приятно выглядит. На крыше МТО достаточно подробная и аккуратная деталировка. Ну, при желании, конечно, можно это всё поменять на травление и проволоку, но я большого смысла не вижу, мне кажется, всё выглядит очень и очень приятно. Неплохо отлиты и брызговики, то есть, каких-то серьёзных претензий я здесь сходу не вижу. Изнутри крупные следы оттолкателей, но видны они, может быть, будут только изнутри брызговиков, то есть, надо будет при желании примерить и, возможно, немножко подшлифовать. Но, в целом, повторюсь, рельеф, деталировка, литьё – всё более чем в порядке. Переходим к деталям гаубицы, к башне. Здесь у нас рамки начинаются от базовой АУФ-1, более старые рамки. Здесь у нас представлено основание башни, дверцы на корму, элементы корзины и различная прочая мелочёвка. Но из приятного – это то, что у нас на люках нету следов от толкателей и вообще всё выглядит достаточно прилично. С другой стороны, не совсем я понял с пулемётом. У нас здесь присутствует у него отверстие в стволе, но сам он как будто какой-то чуть-чуть подзамыленный. Возможно, лёгкая обшлифовка поможет, возможно, нет. Тут только уже покажет процесс сборки. В остальном, питатели достаточно тонкие, швов от разъёма формы каких-то трагических я не вижу. Толкатели везде выведены в стороны. Правда, модель не интерьерная, нам это особо не поможет, потому что двери мы вряд ли будем открывать. Но, тем не менее, всё равно, в технологической точке зрения всё весьма неплохо. И, я так понимаю, у нас как раз здесь два основания башни для АУФ-1, которая создавалась на базе простого АМХ-30Б, и более приподнятая, которая шла как раз на наш вариант ТА, который делался на модифицированном АМХ-30Б2. У него было повыше немножечко крыши МТО, поэтому башню пришлось немного приподнимать на прототипе. Здесь производитель это учёл и тоже показал, что, мне кажется, весьма приятно. Ещё одна рамка от гаубицы АУФ-1, более старой модели от МЕНК. Здесь мы видим борта, переднюю часть, кормовую часть, маску. Ну, из того, что, конечно, не особый восторг вызывает, это, пожалуй, то, что нам придётся собирать башню из нескольких деталей, соответственно, стыковать, шлифовать, шпаклевать и прочее. Но, опять же, повторюсь, она нам досталась от интерьерной модели, интерьерную модель сделать в многоразъёмной форме, ну, очень тяжело, скажем так. Здесь решили сэкономить. Кроме этого, у нас здесь, я так понимаю, это элементы банника, дымовые вернотомёты, ручки. Ну, в целом, всё отторжение не вызывает. Также, конечно, весьма симпатично, мне кажется, получился рельеф на передней детали. Тоже здесь всё очень хорошо выглядит, присутствуют литьевые номера, заклёпки, щели, всё как, в общем-то, нужно. Из того, что не очень хорошо, то, что, во-первых, рамка гнутая, ну, я думаю, это хорошо видно. Я надеюсь, это не привело к деформации детали, потому что больше всего, конечно, волнуют боковины башни. Ну, изнутри всё покрыто следами оттолкателей, в том числе на дверцах. Но, опять же, к счастью, в данной ситуации, к счастью, у нас модель не интерьерная, соответственно, с этим безобразием нам бороться никак не придётся. Если не брать следы оттолкателей, всё выглядит весьма приемлемо. Ещё одна рамка от АУФ-1. Множество мы видим элементов именно старой модификации, те же самые траки с заполнительными грунтозацепами, нам они не подойдут. Собственно, из того, что нам здесь понадобится, это, скорее всего, вот эти двери, возможно, тросы, часть брызговиков и борта. То есть, не так много деталей. Тем не менее, отлито всё тоже достаточно неплохо. Никаких серьёзных проблем я сходу не вижу. Изнутри присутствуют следы оттолкателей, нам они, вряд ли, чем-то жить помешают. Ну, толстоватые питатели на вот этих деталях, конечно, но я думаю, что удалить их тоже особого труда не будет. То есть, повторюсь, в целом, впечатление в основном приятное. Последняя рамка от АУФ-1. Здесь мы видим днище башни, её крышу, различные другие детали. Из того, что мне понравилось, это, конечно же, противооткатные устройства. Вот эти цилиндры, сделанные в одну деталь. На них присутствует довольно заметный шов, но всё-таки одну деталь гораздо проще обрабатывать, чем стыковать две, а потом шпаклевать и вышлифовывать. В этом плане всё очень неплохо. Из того, что мне не понравилось, это, конечно же, основной ствол из двух половин, разделённых вдоль, с огромным швом. Я бы, наверное, однозначно менял его на автомаркет, благо стоит он, в принципе, не так дорого. А в остальном, дизелировка достаточно аккуратная, ручки тоже, мне кажется, достаточно изящные, всё неплохо показано. На вот этой детали вылез некий облой, некие дефекты, так же, как и здесь. Ну, я думаю, что это можно будет зашлифовать. Сложнее будет на вот этом элементе. Видите, здесь какая-то сложная деталировка, и прямо посреди вот этой сложной деталировки у нас закрался облой. Но, тем не менее, тоже вполне на неплохом всё уровне. Видали, и похуже. Изнутри тоже всё, на мой взгляд, приемлемо. Я надеюсь, что это всё соберётся и состыкуется без каких-то глобальных трудностей, глобальных проблем. Внимательный зритель может задаться вопросом. Собственно, мы рассмотрели рамки на базовой АМХ-30, на АМХ-30-B2. Рассмотрели мы рамки ранней АУФ-1. А где же, собственно, детали непосредственно АУФ-1 ТА? А, собственно, вот они. Все остальные отличающиеся элементы Менгом были заблаговременно выполнены ещё в более ранних модификациях. То есть, в АУФ-1 на самом деле есть детали, которые нам понадобятся и для сборки АУФ-1 ТА. Что принципиально отличается? Это вот только вот такие вот новые траки. И это единственная принципиально новая рамка в данном наборе. То есть, он действительно является полнейшей компиляцией из более старых. Значит, по тракам что можно сказать? Я в инструкции немного ошибся. Траки собираются не на полупальцах. Эти траки собираются так же, как на панцергаубице. И что это значит? Это значит, что в собранном виде они выглядят просто восхитительно. Облегают ведущую звёздочку именно так, как и должны облегать подобные траки. Всё с ними хорошо, кроме огромного, просто безумного количества работы по их зачистке. То есть, нужно быть готовым к тому, что поработать нам придётся очень серьёзно. Потому что количество питателей просто огромное, количество зашлифовок будет тоже совершенно огромное. Но при должной аккуратности получится очень и очень круто. С внутренней стороны, ну, здесь присутствуют внутри детали и следы оттолкателей, но они уйдут на стыки, то есть, никаких проблем не будет. Единственное, что я не знаю, как здесь, на панцергаубице я обратил внимание, что вот эти элементы лучше стыковать на сухую, а не с клеем, потому что с клеем они начинают расползаться. Здесь надо будет попробовать, но я думаю, тоже глобальных проблем не выйдет. Главное, что гусеница у нас будет, несмотря на всю трудоёмкость, рабочая и очень похожая на прототип. Нижняя часть корпуса, ну, очевидно, она нам досталась от 30-го АМХ, здесь, ну, сверху смотреть не на что. Снизу показан рельеф, всё достаточно нам мы взят. Неплохо, каких-то глобальных проблем я не вижу. Нижняя деталь отлита передняя и кормовая зацела, соответственно, никаких изгибов, никаких деформаций у нас не будет. Вот эти элементы, это швы от разъёма многоразъёмной формы, их обязательно надо будет аккуратненько зашлифовать. Ну, и, в принципе, посмотреть на другие поверхности, тоже, может быть, где-то они вылезут. Но, в целом, выглядит очень технологично и очень неплохо. Комплект резиновых втулок для того, чтобы ходовая часть осталась подвижной. Ну, тут всё стандартно. Вот такая вот нитка, она у нас должна изображать трос, но понятно, что мы её не будем ставить на такую хорошую модель. Подберём что-нибудь либо из самостоятельной проволоки, либо из эврики. Но в таком виде, конечно, ставить просто неприлично. Прозрачные детали. Ну, здесь всё неплохо, если не брать того момента, что я не нашёл здесь оптических приборов механика-водителя. В остальном, для командирской башенки всё показано, различные элементы, фары, кормовые фонари. То есть, всё неплохо, но, к сожалению, стекло у нас в наборе не полное, не все детали присутствуют. Плата отравления. Плата отравления именно под этот набор, АУФ-1ТА. Ну, здесь у нас сетки на глушители, сетка на корму, пара мелких деталей. В общем-то, как необходимо и достаточно, тем более при таком хорошем литье пластика, я думаю, здесь всё нормально, больше и не нужно. Кто захочет, уже приобретёт себе набор дополнительного травления. Ну, и последнее, это декаль. Декаль отпечатана картографом, поэтому, я думаю, качества вопросов не будет. По самим знакам, уоновские, некие французские номера, ну, на мой взгляд, тоже всё вполне приемлемо, вполне неплохо. Во всяком случае, сходу мне ничего плохого в данной декали не бросилось. И, собственно, всё, больше у нас в коробке ничего нет. Ну, что ж, подведём итоги. Как обычно, достоинства и недостатки. По достоинствам, ну, во-первых, очень неплохое литьё. Менг есть менг. Несмотря на то, что здесь компиляция даже из довольно старых рамок, в целом всё очень прилично. Даже если и нашлись какие-то дефекты, в основном на элементах ходовой, где видно их совершенно не будет. Поэтому, я считаю, что именно исполнение, именно сами отливки выглядят очень и очень неплохо. Мне, конечно, понравилась рабочая гусеница. Она позволит нам сэкономить деньги. И она действительно имеет реалистичный вид. Она будет огибать ведущую звёздочку именно так, как огибают её траки данной конструкции. И даже определённая муторность сборки, я считаю, здесь нам особо не помешает. Здесь гусеница, конечно, очень-очень хорошая. По комплектации тоже всё приемлемо. Тут у нас и травление, и прозрачные детали. В принципе, модель скомплектована для своих годов. Да и даже на сегодняшнем уровне вполне неплохо. Практически всё необходимое у нас в коробке уже присутствует. Это тоже всегда приятно. Ну и, конечно, фишка Менга – это инструкция. Восхитительная историческая справка, включая русский язык. Подробное описание, что как делать, что как красить. И очень было бы здорово, если бы у других производителей инструкции выполнялись бы так же, как и у Менг. По недостаткам. Ну, прежде всего, незначительные дефекты литья. То есть, литьё хорошее, но не идеальное. Часть рамок подустала, кое-где подвылез облой. Присутствуют следы от толкателей. В большинстве случаев они нас волновать сильно не будут, но, тем не менее, они есть. И определённая обработка здесь потребуется. То есть, это всё-таки, конечно, до современной Японии. Пока что Китай у нас не дотягивает. Но, повторюсь, это всё в основном незначительные недостатки. Никакого криминала я не увидел. Из того, что вот так серьёзно не понравилось, это, конечно же, непрозрачные перископы. Ну, действительно, просто непонятно. Просто странно, как так может быть, если у вас уже есть прозрачная рамка. Почему три крохотных детали на неё не добавить? Ведь в непрозрачном пластике, естественно, оптические приборы смотрятся гораздо хуже, чем в прозрачном. Мало того, там ещё и прямо в смотровом приборе утяжина появилась из-за того, что сам прибор достаточно толстый. И, соответственно, нужно будет либо вживлять зеркальную плёнку, либо там, я не знаю, шпаклевать, шлифовать в углублении практически невозможно. То есть, как-то выходить из этой ситуации. И это на общем уровне модели выглядит просто дико. Это такой весьма неприятный недостаток именно данного набора. По мелочи, конечно, поругаюсь на нить из троса, но она тут выглядит, как в валенке при парадном костюме. Просто непонятно, почему было не положить кусок копеечной медяшки, тем более, что металлические детали уже в наборе в любом случае травлённые есть. То есть, то ли это крохотная экономия, то ли недосмотр, я не знаю, но выглядит эта нитка, конечно, совершенно смешно и неприемлемо. И это первое, что нужно менять в данном наборе. И ствол. Ствол у нас длинный, сам по себе у прототипа. Здесь он выполнен в две половины. Нам придётся его стыковать, нам придётся его шпаклевать, нам придётся его аккуратно зашлифовывать, сохраняя круглую форму, сохраняя рельеф на дульном тормозе. Честно говоря, на мой взгляд, овчинка в выделке просто не стоит. В автомаркете стволы на данную самоходку есть, поэтому я бы начал, конечно, с того, что просто купил бы этот ствол, а пластиковый бы выкинул. Потому что не стоит. Просто та трудоёмкость, которая потребует приведения в порядок этого ствола, мне кажется, того не стоит. А поскольку это самоходная гаубица, ствол длиннющий, он будет очень сильно заметен на модели, поэтому, мне кажется, на этом экономить не стоит. С другой стороны, мы знаем, что Менг периодически кладёт точёные стволы в свои наборы, а даже если бы ствол был не точёный, хотя бы можно было его расчленить не вдоль, а поперёк. Это бы уже очень упростило обработку. Но здесь, к сожалению, что есть, то есть, и, соответственно, это не очень хорошо в том виде, которым даёт производитель. Подводя общий итог, могу сказать, что, в принципе, модель достаточно интересная. И нельзя сказать, что прототип какой-то изъезженный и избитый. С другой стороны, конечно, я не совсем сходу понимаю, а кому он может быть интересен. Поскольку воевать они толком не воевали, а с вооружения уже сейчас снимаются, то есть, именно делать какой-то ООНовский, есть только вариант на Ливан или на французскую армию. Ну, понятно, что те, кто интересуется французской армией, они, наверное, уже приобрели и так эту модель. А так, если вам просто интересна современка, ну, в принципе, поставить в одном ряду с паладином, с той коалиции и акации, наверное, было бы интересно. Но если, скажем так, французская техника вам не особо принципиальна или современкой вы не особо интересуетесь, то можно вполне и пройти мимо этой модели. То есть, сама по себе она неплохая, такой крепкий, даже не середнячок, а сильно выше среднего. Но, с другой стороны, никаких таких суперявных фишек я тоже, к сожалению, не разглядел. Поэтому прототип нравится, берите, вполне всё будет хорошо и, наверное, лучше на рынке вряд ли что-то в ближайшее время появится. Прототип, если не очень интересен, смело проходите мимо, у того же самого Менго есть модели и получше, и поинтереснее. В общем-то, я думаю, на этом всё. Если вам было интересно, ставьте лайки, чтобы быть в курсе новых выпусков. Подписывайтесь, с вами был канал Armor Master. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok